МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общественного экологического движения «Раздельный сбор». У нас в студии Александр Чегрин и Светлана Трегуб. Здравствуйте. Здравствуйте. Как давно движение «Раздельный сбор» существует и чем занимаетесь? Движение «Раздельный сбор» в Московской области, в Москве, в Московском регионе в целом уже больше четырех лет. Основная цель – это просвещение населения на тему обращения с отходами, и популяризация раздельного сбора, сортировки, переработки. За то время, пока существует организация, видите какие-то перемены? Меняется отношение людей к раздельному сбору, в частности, и к экологии вообще? Да, конечно. Мы подключились, Одинцово подключились в 2014 году. И, во-первых, сразу за почти четыре года настолько увеличивается, наверное, с каждым месяцем, с каждой акцией, когда мы проводим, видно, как приходят новые люди, как одни приводят друзей, другие приводят родственников. То есть на самом деле расширяется наша аудитория, она расширяется, и это, естественно, очень радует. Аудитория ваша преимущественно – это кто? Все-таки активные молодые люди или люди в возрасте тоже с пониманием относятся к тому, что это необходимость? Все. То есть у нас есть бабушки и в возрасте мужчины, которые досконально отсортированные пакетики привозят к нам на акции, и бабушки, которые живут во дворе, там, например, у нашего места, где проводятся акции, тоже приходят и говорят, какое вы благое дело делаете, как здорово, что вы все это осилили и продолжаете это делать. То есть абсолютно разный контингент, конечно. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84, код 495. Дозвонившись по этому номеру, вы можете задать интересующие вас вопросы, связанные с раздельным сбором мусора, или, может быть, высказать свое мнение по этой теме. Ну, все наверняка слышали о том, что губернатор велел, в этом году срочно все переходим на раздельный сбор мусора. Наверняка все-таки есть люди, которые не вполне понимают, к чему такая срочность и чем, собственно, плоха та система, которая сейчас у нас функционирует. Ну, сейчас у нас система какая? Все в кучу. Да, это, в общем-то, полигоны твердых бытовых отходов. Вокруг Москвы их тоже предостаточно. Москва свозит в Московской области, у нас еще свои. И это, ну, по сути, это, в общем-то, гора мусора, огромные горы мусора посреди леса, которые выделяют всячески возможные вредные вещества в атмосферу, в почву. Почва, значит, попадает в воду, в атмосферу, это, соответственно, с осадками. И мусор наш возвращается к нам, причем в организм сразу. Да, по сути, мусор возвращается к нам, да, возвращается к нам всевозможными болезнями. Непонаслышки это знают, в том числе, и жители нашего района, которые проживают близ таких полигонов. Сортировка, переработка – это, соответственно, вторая жизнь, да, отходов. Переработать можно практически все, органику в том числе, можно переработать, там, в компост, в газ, да, в пластик, металл. Все это перерабатывается, то есть можно придать вторую жизнь этому, казалось бы, мусору, да. То есть мусором это становится, когда мы на свалку это выкидываем в лес, вот это тогда мусор действительно. Потому что мы так назвали в первую очередь. Да, да, да. Вообще это достаточно востребованное сырье, но очень востребованное. Это дешевле, чем первичное изготовление, меньше энергетических затрат, меньше финансовых затрат. То есть польза, ну, главное, это, конечно, вопрос экологии. Вопрос экологии – это наше здоровье, наша жизнь. Слава Богу, необходимость раздельного сбора мусора признана. Светлан, что должны знать люди перед тем, как им скажут, завтра мы все будем разделять мусор, как это положено по всем экологическим правилам? Какие правила есть? Конечно же, самая большая такая нагрузка ложится, ну, и на те организации, которые сейчас начнут внедрять раздельный сбор. И мы, как волонтеры, которые уже давно этим занимаемся и занимаемся просвещением, то есть мы готовы, естественно, в этом смысле помогать. Естественно, надо помогать, объяснять людям, что к чему. Вот, здесь есть заблуждение. Все почему-то думают, что людей очень сложно научить, что это очень сложно. Нет, очень много мифов и иллюзий по этому поводу. Сложно, потому что не знают. Да, то есть это вопрос просто именно какой-то первичной информации. А еще когда начинаешь показывать, потому что мы очень много семинаров и лекций для наших родителей, мы начинали это на базе школы, школы великих открытий, привлекали и другие наши муниципальные школы нашего города. Очень важно именно донести через детей, через родителей именно, что экология в опасности. Мир на самом деле настолько загрязнен уже и мировой океан, что начинать надо именно с каких-то даже визуальных, первичных, страшных вещей, которых люди не знают. Собственно, действительно, зачем я буду тут сортировать у себя в подъезде. А это настолько все взаимосвязано, такая цепочка. Поэтому, конечно, мы в первую очередь всегда начинаем говорить с того, что есть вторсырье, которое перерабатывается. То есть вы идете в магазин, вы уже можете понять, что точно стоит покупать, например, в большей степени, например, взять яйца в упаковке не пластиковый, а уже из переработанной бумаги. А стоит брать в магазин с собой пакетик? Это тоже сейчас целое движение. Мы ходим с маленькими эко-мешочками и уже давно ходим со своими пакетами. И это прекрасная гринписовская акция, которая пытается внедрить, убрать из супермаркетов, из магазинов бесплатные пластиковые пакеты. Это действительно отличное начинание. Конечно, мы-то уже как экологи ходим со своими мешочками. Поэтому это... То есть здесь важно понять, что в магазине можно однозначно выбрать то, что уже точно будет являться вторсырьем, то есть то, что можно сдать. И всегда впечатляет и детей, и взрослых то, что действительно мы не знаем, что из этого производится. То есть у детей всегда такое открытие, что из пластиковой бутылки, там всего 25 бутылочек нужно собрать, и уже ты получаешь флисочку, то есть в которых они зиму-зиму одевают или на лыжах катаются, а это из пластиковых бутылок. Или спортивные штаны, они тоже сделаны на 70% из пластиковых бутылок. Или что, например, 75% алюминиевых банок, которые мы потребляем с 70-х годов, это одни и те же с 70-х годов прошлого нашего 20 века, по-прежнему все ходит, вот так вот циркулирует во вторичном. То есть представляете, 75%, а у нас это сколько на полигоне лежит. Поэтому и точно так же и стекло перерабатывается, да, то есть это и стекловата, и, ну, опять же, новая стеклотара, вот, и, ну, а из пластика, и все эти баночки, и тазики, это тоже все из проработанного пластика. Светлана, вы начали говорить про акции, которые вы проводите, пытаясь объяснить людям, зачем нам необходим раздельный сбор мусора. Одну из таких акций снимала съемочная группа телеканала Одинцова. Я предлагаю вспомнить, как это было. В 2013 году в Одинцово стартовал местный проект «Экодом». Сначала активисты объясняли школьникам, что происходит с мусором после того, как его выкинули. Удивительно, но оказалось, что эта тема ребятам очень интересна. А уже затем появились точки раздельного сбора и проект «Экодвор». Проект «Экодвор», он, ну, рассчитан на, скажем так, на массового жителя. Мы привлекаем всех, рассказываем, для чего и почему нужно сортировать отходы. Ну и, естественно, устраиваем какой-то праздник, чтобы люди как-то объединились во дворе. То есть это старая история праздников двора, но с экологическим уклоном. Поддержать атмосферу праздника и закрепить у маленьких Одинцовцев привычку правильно выбрасывать мусор положительными эмоциями, экологам помогают артисты Одинцовского бродячего театра «Хобот». Детям предлагают мастер-классы, аквагрим, рисунки на асфальте и музыкальную программу. В основном она будет танцевальная. Мы хотим сегодня, так как погода нас подвела и она холодная, мы хотим сегодня сделать музыкально-танцевальный праздник. Поэтому у нас в основном сегодня будет очень много музыки, конечно же, конкурсов для детей с призами и танцы для взрослых. То есть мы хотим вообще подключить сегодня не только детей, но и взрослых. «Экодвор» – движение общественное. Лишних средств у его активистов нет. Поэтому наглядная агитация простая, но от этого не менее эффективная. Выброшенная в мусорное ведро батарейка разлагается 100 лет, алюминиевая банка – 200, обычный детский подгузник – внимание, 5 веков. Если бы во времена Ивана Грозного люди пользовались памперсами, они бы сохранились до наших дней. Стеклотар уже вообще можно считать вечной. Организуемые во дворах передвижные пункты раздельного сбора мусора пользуются у жителей неизменным успехом. Мы все вдумаем о том, что наши люди ничего не хотят, ленивые, не будут они сортировать. На самом деле нет. Вот на опыте мы поставили контейнеры для сбора пластика на улице Северной, вот около школы Великих Открытий, улица Северная, дом 10. Стоят контейнеры с 2014 года. Люди очень быстро подключаются. То есть контейнер кубовый наполняется за неделю. Там у нас уже два стоят контейнера. И плюс поставили контейнер под мукалатуру. За неделю, просто с горкой. То есть люди очень быстро подключаются и научаются. Для того, чтобы вывезти собранный мусор из двора дома номер 19 по Можайскому шоссе потребовалась газель. Одних только использованных батареек принесли около 70 килограммов. Напомню, что щелочная батарейка при разложении способна отравить 20 кубических метров земли. Что вы испытываете, когда вы этот мусор сдаёте правильно? Испытываем радость, потому что хочется верить то, что это чуть-чуть поможет нам сохранить то место, где мы живём, нашу любимую планету. Как у нас поговорка, делай хорошо, а плохо само получится. Жить надо правильно. Вот и все эмоции. Тогда и жить хорошо. На своём родном месте, где мы родились, надо жить правильно. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о раздельном сборе мусора. Телефон 8495-508-86-84. Звоните и задавайте свои вопросы. Светлана, много подобных акций в «Одинцово» прошло этим летом? В «Экодвор» мы провели три большие акции на трёх разных адресах. Но, опять же, мы всеми силами, всеми возможными средствами и соцсетей, и средствами массовой информации пытаемся донести, что, конечно, нужны волонтёры. То есть не хватает рук чисто для организации мероприятий. Потому что люди, они активно подключаются, которые приносят, участвуют в праздниках. Но вот именно чтобы организовать, мы всячески прям приветствуем всех волонтёров, которые готовы к нам подключиться. Поэтому «Экодворы» можно проводить... И самостоятельно. И самостоятельно, да-да-да. То есть помочь вывести мы всегда поможем, как организации, уже с определённой системой, схемой, контактами. А вот именно организовать в своём даре на самом деле несложно. Александр, предположим, я решила с завтрашнего дня твёрдо перейти на раздельный сбор мусора. С чего мне начать? Затариться коробочками, по коробочкам раскладывать пластик, бумагу и так далее. Что нужно делать? Что от чего нужно отделять? Как организовать всё это у себя дома? Для начала стоит найти в интернете, например, перейти на сайт нашего общественного движения. Раздельный сбор «Москва» можно найти в поисковой системе в интернете легко. найти информацию по тому, как сырьё всё-таки разделять, сортировать, как его хранить. Если это сложно, да, на первый взгляд. Ну да, я вчера зашла, я уже говорила, там маркировки пластик, такой-то пластик сихот, я всегда думала, что он один, и сразу обморок, шок, и думаю, бедрышко положу, и ничего страшного. Да, ещё и у одного и того же пластика может быть немножко разная маркировка, отличаться. Ну, всегда можно начать с чего-то одного, да, попробовать посмотреть, потом двигаться дальше. Например, с пластиковой бутылки. Например, что у вас больше всего, то есть дома вот появляется, да, там, у кого-то бумага, у кого-то пластиковые бутылки, у кого-то там стаканчики из-под йогурта или стекло. Выделить какое-то небольшое пространство, то есть небольшую какую-то сумку, коробку, какой-то контейнер пластиковый поставить, и собирать, и, соответственно, посмотреть, куда это можно сдавать, то есть ближайшие пункты приёма, либо ближайшие акции, когда проходят. Это на самом деле не так сложно, и это очень быстро входит в привычку, это полезная привычка, да, мы все живём привычками. Вот, мы же не задумываемся о том, когда мы идём утром чистить зубы, да, просто у нас это привычка уже, мы даже об этом не думаем, мы автоматически делаем. И это норма, более того. Да, да, это на самом деле тоже входит в привычку, и я, например, тоже уже не замечаю, как у меня это происходит, то есть это автоматически, это не так сложно. А к тому же в следующий раз начнёшь думать, а нужно ли тебе покупать лишний пакет в магазине, потому что потом сортировать придётся нужное, там, нужна эта вещь, не нужна. Я вот предлагаю каждому попробовать, да, в течение месяца, ну, хотела попробовать, хотя бы что-то одно вот собирать, и вы увидите на самом деле, какой объём может быть, и сложится представление, сколько на самом деле выбрасывается на свалке. Ну, вообще в мире она же в основном самая практикующая система, это дуальная система, да, то есть мы в один контейнер складываем то, что точно не переработается, ну, или органику там, да, а в другое то, что точно заберут на вторичную переработку. Вот, поэтому, и точно так же, кто любит Икею, в Икее продаются специальные контейнеры для этого, вот, коробку поставить на балконе или под столом для бумаги, опять же, да, у нас, опять же, немножко некоторые заблуждения. Мы считаем макулатурой только газеты, журналы. Нет, макулатуры — это все картонные упаковочки от печенья, от хлопьев, от каш, от всего, это тоже всё макулатуры. Поэтому это на самом деле набирается, когда мы это просто в обычные, да, мусорные ведро складываем. Поэтому это всё вот так вот в коробочку прессуется и не так много места занимает. Московская область только собирается перейти на раздельный сбор мусора, ну, так скажем, массово. Значает ли это, что сейчас отсортированные отходы особенно девать некуда? Или всё-таки есть места, куда можно вывезти, и можно быть уверенным, что это в дело пойдёт, а не на тот же полигон уедет? Ну, нет, на самом деле есть куда деть. Переработчиков достаточно много, и в московском регионе много переработчиков. И эти переработчики, производители, да, товаров, они нуждаются в этом сыре очень. И заводы-переработчики, они сейчас не загружены, то есть у них недостаток сырья. То есть спрос огромный на сырьё, на пластик, на макулатуру, в пластиковые бутылки, это очень востребовано, да, потому что масса сырья производится из этого, и, как уже говорилось, это гораздо, гораздо дешевле. То есть это гораздо рентабельнее. Вот, поэтому всегда, то есть есть куда уедет, то есть если акция проводится, значит, это не просто так, это не поедет на свалку. Никто не будет тратить время, и волонтёры, своё свободное время, вместо того, чтобы проводить его, да, своей семьёй, просто так, чтобы потом это выбросилось. То есть востребованность есть. Да, да, это опять же миф, что эта отрасль никак не развита, очень сильно развита. У нас более 300 мусоросортировочных линий, у нас много действительно перерабатывающих, то есть и заготовители, и переработчики. На самом деле эта отрасль развивается, и вот как Александр сказал, действительно там на 60-40% эти предприятия, они реально не загружены. То есть вот их ещё загружать и загружать. А вот как вы думаете, переход на раздельный сбор мусора, с чего должен будет начаться? Вот этого самого образования, когда мы объясняем, зачем, почему, каким образом? Или создание тех же самых сортировочных пунктов с перерабатывающих предприятий. Как будет грамотнее в данной ситуации поступить? Ну, предприятия, в общем-то, есть уже, да. Да, простаивают, как мы выяснили. Да, можно сказать, что простаивают, да, наполовину. Вот, поэтому, ну, да, необходимо просвещение, конечно, да, что мы стараемся делать. Да, чтобы... Вообще, да, я согласен, что, конечно, одновременно нужно делать. Необходимо просвещение, необходимо, то есть, установить пункты приёма, открывать пункты, либо контейнеры, да, ставить. Вот, ну, тут вопрос взаимодействия населения, управляющих компаний, да, ТСЖ и, соответственно, муниципальных властей. То есть, должна быть установлена какая-то связь, то есть, да, чтобы вот вместе к этому идти. Вот, кстати говоря, да, отсортирую я мусор, куда мне вынести? Нужно его куда-то вывозить или есть у нас в городе, в районе площадки? Да, есть. В городе Одинцово уже, опять же, мы всё время 4 года пытаемся, значит, чтобы о нас знали. Ну, кто-то знает, кто-то нет, к сожалению. 4 года у нас на улице Северный дом 10, прямо около дома Школы Великих Открытий, стоят контейнеры и для пластика, и для макулатуры. То есть, опять же, в любое время суток, хоть ночью вы туда можете привезти и положить свой отсортированный пластик или бумагу. Это, соответственно, будет забираться, у нас ежемесячно забирает, ой, еженедельно забирает один из заготовителей. А вот вместе с раздельным сбором, с проектом «Раздельный сбор», значит, есть вторая, каждая вторая суббота месяца, где заготовитель ездит по адресам, по времени и забирает, опять же, люди могут в эту вторую субботу принести и алюминий, и жесть, и стекло, ну, опять же, и пластик, и макулатура. То есть, вот во Власихе есть пункты, где волонтеры стоят, в Одинцово, в лесном городке. Да, у нас, соответственно, в Одинцово это Трехгорка, входы в парк, но до апреля сейчас там не будет пока что акции. По какой? Вот, Северная 10, да. К нам планируют еще присоединиться жители 8-го микрорайона там, начать проводить акции. Лесной городок, Барвиха, Власиха, да, мы на Власихе, мы на трех точках проводим. И планируют нам присоединиться еще к Голицыну. То есть, дело все-таки идет. Да, дело идет за 4 года, за 3, да. Сдвинулась в мертвой точке. Мы работаем в прямом эфире, 508-86-84. У нас есть звонок, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Вера Ивановна. Вера Ивановна, вы хотите вопрос задать гостям? Да, раньше собирали батарейки. Вот, сейчас в одном доме очень много их накопилось. Уже почти две пол-литровые, пятилитровые бутыли. А вот куда эти батарейки? А на какой улице этот дом находится? Улица Жукова. На улице Жукова. А скажите адрес, пусть скажут точный адрес. А номер дома подскажите, пожалуйста, Вера. Он 18. 18? А подъезд? А подъезд, вот спрашивают гости. А он у нас один. Перед круглой... Мы, да, это... Мы контакты, чтобы оставили, наверное. Вера Ивановна, отставьте, пожалуйста, телефон нашему звукорежиссеру. Гости с вами обязательно, герои программы, свяжутся и все подробно расскажут. А в принципе, вот куда жителям? Это, я так понимаю, третий, наверное, микрорайон. Мы раньше собирали их, а потом все затихло. А у нас уже их много накопилось. И вот так. И не хотят окружающую среду портить. Но мы поможем, да, оставьте контакт. Мы помогаем таким волонтерам, да, которые в подъездах собирают. Но с батарейками сложнее сейчас. В основном, конечно, этим занимаются сейчас организации, да, которые имеют договора с мегаполис-ресурсом, да, в Челябинске, вот. Но у нас это вкусвилл, вот. И опять же, мы сами возим, вот мы собираем, опять же, в наших детском саду и в школе, мы возим в... ой, я забыла магазин, который на Можайском шоссе после Дубков. Не знаю, туда не вожу. Большой-большой супермаркет. Да, отвезти. Ой-ой-ой, вообще просто вылезли. Ну, еще... Сейчас, я подъеду, вспомню. Ну, это, конечно, не так близко к Одинцову, да, но Икеа всегда принимали. Сейчас после перерыва они опять начали, после лицензирования. Вот. Мы тоже стараемся, конечно, нам приносят, если все равно много приносят, но мы стараемся своими силами, своими силами. В Глобусе стоят контейнеры, да, и мы туда сами возим тоже. Они принимают, мы возим много тоже наших пятилитровок туда, они берут, да. То есть, в принципе, да, на самом деле достаточно у вас требовало. А в Одинцово контейнеры? Одинцово, ну, вот оранжевые контейнеры можно, да, по Московской области встретить. И в Одинцово тоже на центральной площади, по крайней мере, такой стоял. Не могу сказать, стоит он сейчас или нет. Санта-Клаус уже не сидит, поэтому не знаю насчет контейнеров. Да, и администрация городская всегда собирала, у них там стоял контейнер. Раньше, да, я туда и носил тоже. Ну, там небольшое количество, то есть они могут. Ну, все-таки, тем не менее, можно знать. Ну, смотрите, чтобы перейти массово на раздельный сбор мусора, наверное, вот эта вот площадка для сбора должна в каждом дворе в идеале находиться. Как вы думаете, возможно ли это за год осуществить? Ну, то, что я озвучивал, да, это вопрос взаимодействия. То есть, с управляющей компанией или ТСЖ все зависит от того, каким образом происходит управление многоквартирным домом. Вот, и в Москве это уже массово. В Трехгорке это делали, но, к сожалению, там, по стечению обстоятельств недолго контейнеры простояли, вот, компания отказалась. Ну, там ставили контейнеры. То есть, компания-заготовитель, да, Турсырьяк, которая накапливает и сдает это переработчику огромными партиями, десятками тонн, это их бизнес, они заинтересованы. И в Трехгорке, например, когда делали, у них есть типовой договор, который, в принципе, ни к чему не обязывает управляющую компанию или ТСЖ. Они все берут на себя, они ставят свои контейнеры, они вывозят. Единственное, что требуется от жителей, от любого человека, либо от жителей, либо от сотрудников параллельщик компании ТСЖ, это вовремя сообщить о том, что контейнер уже почти наполнился, чтобы компания приехала и забрала Турсырья. Это, в принципе, все реализуемо, возможно. То есть, тут в основном желание, главное, жителей. И хотя бы сделать на чай какие-то шаги. Ну, я думаю, что если будет административный ресурс, выстроить эту инфраструктуру, это не так сложно. У нас в России уже прекрасный опыт, например, города Саранска, где 300 тысяч жителей, на 300 тысяч стоит 700 контейнеров. И там выстроены и сбор, и заготовление, и переработка. Прекрасный опыт, который работает. Поэтому я не думаю, что это просто зависит от того, когда, как выстроить эту инфраструктуру. Мы с вами сегодня поговорили, что надо начинать хотя бы с малого сортировки, с чего-то одного. Вот, например, малыши из Никольского поселения недавно сдавали массовую макулатуру. Давайте посмотрим, как это было. Вот молодец, спасибо. Держу. Что такое природа и как её спасти, сейчас, пожалуй, каждый ребёнок знает. Во всяком случае, в 49-м детском саду старого городка воспитанники подготовительной группы в этом вопросе могут и взрослому фору дать. Поэтому вопрос, участвовать в акции по сбору макулатуры или нет, перед ними не стоял. Столько макулатуры принесли. Ещё мы спасаем деревья. А от чего надо деревья спасать, как вы думаете? Надо выбирать старые бумаги, книги и коробки. Ненужную бумагу, старые книги, прочитанные газеты и журналы, дети и их родители несли в образовательное учреждение с энтузиазмом. В общей сложности удалось собрать около тонны. Если это тонна, то в тонне примерно 17 деревьев. Соответственно, туда же входит электроэнергия затраченная на выкорчёвывание, распиливание деревьев. Почва также сохраняется и водичка, которая там присутствует. Вот всё. В день акции «Сдай макулатуру, спаси дерево» в Старогородковском детском саду экологии посвящено всё. Стенгазеты, игры, стихи. Члены молодёжного парламента рассказали подрастающему поколению, что дальше будет происходить с собранной ими бумагой. Из неё сделают салфетки или бумажные полотенца, а могут использовать для производства коробок. Мы планируем проводить вот такие вот интересные мероприятия почти в каждом учреждении, где мы будем доносить до детей всю ту важность экологии, будем рассказывать о раздельном мусоре и, соответственно, показывать то, что можно сделать из этой макулатуры. Отношение людей к сбору макулатуры меняется, говорят организаторы акции. Если раньше сдавали неохотно, то теперь в месяц собирается порядка 10 тонн бумажных отходов. И дальше, скорее всего, эта цифра будет только расти. А если экологическое воспитание подрастающего поколения начинается ещё в детском саду, то в ближайшем будущем и раздельный сбор мусора станет повсеместной нормой. В прямом эфире телекомпания Одинцова, программа «Актуальное интервью». Мы работаем в прямом эфире 508-86-84, наш номер телефона. Вот такие малыши у нас в Одинцовском районе, видите, уже с пелёнок стремятся к раздельному сбору мусора. Ну, не могу не задать вопрос. Перешли мы с вами на раздельный сбор мусора. А вот сосед мой, вредина, не сортирует и бросает всё, как ни по пути, что с ним делать. Штрафовать, жаловаться, как быть. Пример. Только пример. Да, да, да. Или можно собирать пакетик, а ему обратно на коврик, чтобы знал. У раздельного сбора, кстати, есть прям целая памятка, как разговаривать с теми, кто на акциях есть много... Ну, приходят, не много, но приходят люди, которые скептически, которые начинают, значит, говорить, да всё это потом на полигон, поэт, да зачем вы это делаете. Ну, надо очень дипломатично, очень вежливо пытаться что-то рассказать, объяснить, что готов человек услышать на самом деле. Мы понемножечку где-то будем закладывать какие-то крупицы. Визуально, вот вы когда начали правильно говорить про точки, если они у нас, дай бог, появятся в Одинцово, они, конечно, здоровы, если они будут вместе с каким-то информационным просветительским стендом. Это здорово, мы тоже делаем это, и на наших акциях мы делаем это. Это очень полезно. То есть, ну, человек, ну, кто-то остановится, кто-то прочтёт. Ну, пройдёт один раз мимо, второй раз не пройдёт, остановится. Поэтому... Вот, кстати говоря, опять же, там, как сортировать? Крышечки мы сдаём отдельно, правильно я понимаю? Зачем? Чем это объясняется? Дело в том, что крышечки — это другой тип пластика. Не то, что бутылочки. Не то же самое, что бутылки, да. То есть, они поедут на другое предприятие, скорее всего, ну, либо на другую линию, да, и переработки. Из них будет другое сырьё изготовлено. Поэтому они сдаются отдельно. Даже если мы их сдаём вместе, они всё равно потом волонтёрами, если не волонтёрами, то на сортировочной линии всё равно откручиваются и идут отдельно. Ну, я так понимаю, даже из этого целая акция какая-то выросла, с крышечками связана. Да, это прекрасная акция, которая уже существует больше года, мы два года уже, мы участвуем уже год в ней. Да, что называется акция «Добрые крышечки». То есть, эта акция, на самом деле, началась в Испании. То есть, я так думаю, что это, ну, вот, прямо такая тоже вирусная тема, прекрасное, да, благое дело, когда эти крышечки, они вот именно собираются, только крышечки передаются непосредственно предприятию, да, кто это перерабатывает, и на собранный вот объём получаются, да, деньги, и на эти деньги покупаются, там, непосредственно, то, что необходимо для какого-то ребёночка с ограниченной возможностью здоровья, вот, и там, всё у них на сайте этого проекта, непосредственно всегда висит, ну, конкретный ребёнок, на кого мы, кому мы собираем сейчас, вот, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, очень много точек, кто, где берут эти крышечки, в том числе и на наших акциях, вот, наш заготовитель, партнёры, они забирают у нас тоже именно для этой акции эти крышечки. Вот такой финальный вопрос, мне кажется, он, на самом деле, в этой теме самый-самый главный. Мы можем сортировать мусор, правильно его вывозить, но мы не перестанем от этого его больше производить. Год от года мусора после нас всё больше, больше и больше. Значит, надо экономить, меньше потреблять. Как вот этого добиться? Да, значит, тут, если мы посмотрим на символ переработки, да, который у нас на продукции указывается. Да, треугольничек, да, и стрелочек, трёхстрелочек, да, то, что называется ещё 3R, reduce, reuse и recycle, да, то есть это снижение потребления, это повторное использование, это переработка. Первое же, что мы можем сделать хоть завтра, уже, когда мы пойдём в магазин, да, это задуматься, когда мы делаем покупки, нужно нам то, что мы покупаем или нет. Много всего покупается, что не особо нужно, в чём мы особо не нуждаемся, да. Поэтому стоит, ну, ответственно подходить. Действительно, покупать только то, что необходимо. Касается не только, ну, это касается, скорее всего, там, вещей, да, нежели там продуктов, да. Потом магазин за продуктами, если мы пойдём, то можно смотреть на упаковку, да, в какой упаковке взять. Выбирать ту упаковку, как Светлана говорил, которую можно переработать, да, или отказаться, я, например, покупаю, нахожу там сахар или макаронное изделие, да, в бумаге, упакованную в бумагу чистую, которая не содержит пластика. Бумага переработается, и, в принципе, даже если она не переработается, допустим, не попадёт в переработку, да, в природе она... Её можно просто сжечь, её просто нужно сжечь на костре, да. Да. Далее, значит, повторное использование, да, то есть можно те вещи, которые у нас, допустим, уже отработали, да, как-то повторно пустить, ну, на какие-то другие цели, да, пустые бутылки, да, там, пустые банки. Нам на акцию, бывает, приносят банки пустые регулярно, там, трёхлитровые банки, а кто-то приходит, у нас их берёт для себя, и мы с удовольствием отдаём, да, что их повторно будут использовать, они ещё какую-то жизнь проживут. Это значит, что кто-то не пойдёт покупать новые банки, не будут произведены там новые, там, две, три, пять, десять, сто миллионов банков. То есть, на самом деле, не обязательно ждать вот этого вот свистка, всё, мы перешли на раздельный сбор мусора, всё, в общем-то, в наших руках, а, между прочим, по статистике, один человек ежедневно производит, ну, где-то килограмм-полтора мусора. Если мы помножим эту цифру на количество проживающих на нашей планете людей, то, мне кажется, станет понятно, скоро места нам здесь не останется. Всё свободное пространство займёт мусор, между прочим, в сети есть достаточно интересный проект одного фотографа, который дал задание своём подопечным в течение семи дней не выбрасывать мусор, складировать у себя в квартире. Он это сфотографировал и выложил. Я думаю, что каждый может познакомиться с тем, что получилось и сделать соответствующие выводы. Спасибо всем, кто провёл своё свободное время вместе с нами. Увидимся скоро на канале ОТВ. До новых встреч!